Первые армии мусульман достигли земли Дагестана, земли Кавказа. Что происходило дальше? После этого еще дальше пошли его конницы. Уже с трофеем уже вернулся. И после того, как здесь уже мусульмане проиграли эту битву, во главе Субайт-Ан-Нахрани хазари воодушевились, приготовили свои войска и хотели дальше на мусульманские земли напасть. Великого полководца Джаррах ибн Абдиллах-Хаками подкрепила его армию нормальными войсками и приказала ему двинуться в сторону Турка, в сторону Хазара. Час из этих царей, горных царей, взяли в сторону Хазар, час взяли в сторону Джарраха. К Хазарам дошла вещь, что Джаррах там остается, и ушли к себе на свои земли. И таким образом еще раз был Дзятдирбен. Такая военная хитрость. Сражайся только с теми, кто выступит против тебя. И смотри, чтобы до восхода солнца ты со своими войсками соединился со мной у реки Аран. Уже плотно и приближается к городу Баланджар. Столица Хазара. Они поклялись Аллахом, разбили свои ножни своих мечей. И как один человек напали, неверующие тоже так ревно сновоевали с ними. Выпустили столько стрел из луков, что покрыли солнце. После этого к мусульман спустились все Хазары. И между ними завязался сильный бой. Настолько тяжелый для всех, что сердца дошли до гортани. Вернул ему этот же город. То есть вот этим жестом он как бы постарался заполучить этого человека себе в союзнике. Так как Хазары собрали огромное количество войск и собираются напасть, сделать контрнаступление на мусульман, твоя армия не одолеет их. И решил переждать зиму, пока подтянутся дополнительные подкрепления, для того, чтобы сделать контр сам, чтобы сделать контрнаступление на Хазар. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, женам, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. Мы продолжаем цикл передач «История ислама в Дагестане». Марсаб, в прошлый раз мы завершили, это уже перевалило за первые сто лет, как первые сахабы пришли на территорию, которая сейчас называется Дербент, вот уже подошли к этой крепости, завоевали ее, рассказали о первых военных походах и о том, почему так сильно затянулось распространение ислама в Дагестане. Отчасти, да, то, что внутри самого всего исламского государства были проблемы, связанные с теми или иными смутами. До того доходило, что, вот как ты приводил пример, Муавия был вынужден заключать временные мирные договора с византийцами, потому что в государстве внутри были проблемы. Вот после этих событий, уже вот прошло сто лет с того момента, как первые армии мусульман достигли земли Дагестана, земли Кавказа. Что происходило дальше? Альхамду лиллаху, ассалату ассаламу аля Расулиллах, аля алихи и асхабихи, амману аляхи амма аба'ад. Ассаламу алейкум и рахматуллахи и баракату. Доброе утро, уже мы остановились на тех событиях, которые разворачивались в Дагестане в 104 году. В 104 году, когда уже был назначен Джаррах ибн Абдул-Малик, его язид ибн Абдул-Малик, правитель Амиядов, его назначил Джаррах ибн Абдуллах ибн Ахаками, назначил правителем, валием Кавказа. Он напал на Баланджар. И уже третий раз на Баланджар напал и захватил город. И после этого еще дальше пошли его конницы, уже с трофеем вернулся. Можно сказать, это первый раз, когда его полностью захватили. До этого... Смотри, перед этим, перед тем, как Джарраха назначили Амиром, отправили Субайта Аль-Нахрани, такого человека, сподвижника, один из амирских полководцев, их отправили в сторону Хазара. Они там потерпели сокрушительные поражения. Они вернулись к язиду, в Шам. И язид начал их упрекать. Почему? Могу, проиграли, убежали с поля боя. Субайти говорит о правителе верующих. Я не струсил и не укрылся от встречи с врагом. Наоборот, лошади слились с лошадями, ноги с ногами. Я бился до тех пор, пока не сломался мое копье, пока не поломался мой меч. Но Аллах, субхану ва-та-Аля, предопределяет то, что он желает. И после того, как здесь уже мусульмане проиграли эту битву, во главе субайти Аль-Нахрани, Хазари воодушевились, приготовили свои войска и хотели дальше на мусульманские земли напасть. Услышав это, тогда язид ибн Абдельмалик предпринимает попытку сделать контрнаступление. Назначает великого, реально великого полководца Джаррах ибн Абдиллахил Хаками. Он и воевал против римлян. Он известный полководец того времени был. Подкрепил его армию нормальными войсками и приказал ему двинуться в сторону Турка, в сторону Хазара, в сторону этих земли. Джаррах, после того, как его уже назначили, выступил. Услышав об этом, Хазари, которые были за пределами Аль-Баба, от Дербента, вернулись обратно в Дербент и забаррикадировались в городе Дербент. Джаррах имму Абдуллахил Малеки Аль-Хаками прибыл в Бардае. Такой город был на территории Азербайджана. Остался там со своими, пока те не отдохнули, а затем направился в сторону Хазар. Приправшись через реку Кур, он отправился к городу Дербент и дошел до реки Рубас. Рубас – это в двух фарсахах, говорят историки, от Дербент. Это около 12 километров, приблизительно район, Докуспаринский район Республики Дагестан. Там приблизительно была эта речка. В фарсах меры длины, да? Да, меры длины, да. Два фарсах – это приблизительно, один фарсах – это приблизительно 6 километров. В двух фарсах от Дербента, около 12 километров, он остановился от города Баба и разоснал своих гонцов по территории Дагестана в горы, для того, чтобы они приблили к нему на помощь. Видимо, у них какая-то еще лояльность сохранилась. Хотя равнина, уже здесь Хазары напали на них, до этого, где они, территории, которые были завоеваны мусульманами, там, видимо, какая-то лояльность еще сохранилась. Джаррах отправляет письмо своих гонцов, чтобы те пришли с помощью. Говорят, что некоторые историки говорят, что они все пришли к Джарраху, некоторые говорят, историки, что часть из этих царей, горных царей, взяли в сторону Хазар, часть взяли в сторону Джарраха. И, как я уже говорил в первых передачах, было такое царство, феодальное, раннее феодальное общество, союз сельских общин на юге Дагестана, их назвали Лаказ. Правитель Лакза, которого звали Арбис ибн Басбас, отправил письмо к Хазарам, оповещая им о том, что Джаррах со своими войсками выступает, наступает на Дербент. И Дербент уже, они поняли, что им уже древаться некуда, уже оборонялись, уже начали обороняться, уже готовиться к войне. Один из союзников Джарраха, житель этих территорий, пришел к Джарраху и говорит ему, «О, Амир, сообщаю тебе, что Арбис ибн Басбас, правитель земель Лакс, где сейчас преимущественно проживают Лезгины, отправил гонца к правителю Хазар с известием о твоем приближении на Дербент, и ты таким образом действуешь по своему усмотрению». Джаррах, опытный полководец, распустил слухи, что Джаррах вовсе не направляется на Дербент, он остается три дня и три ночи здесь, в этой местности, и пусть каждый может запасить, чтобы каждый запасился как можно больше провизии. А в этой же ночь Джаррах ибн Абделл-Ахил Аль-Хаками вступил в Дербент. Они специально, где они остановились в лагере, оставили огни сожженными, чтобы разведка Хазар предположила, что они там уже остановились у себя, там огни горят, значит, они там. Джаррах напал, и когда напал, вот, когда уже Хазарам дошло то, что Джаррах там остается, они уже спокойно вышли с города и ушли к себе на свои земли. А если бы Джаррах такой слух не распустил бы, они готовились бы к битве. Они готовились к Ассаде, но когда узнали, что они в каком-то расстоянии... Они решили, короче, сняться и уйти. Джаррах зашел в город, вошел, не встретил ни одного Хазара, не встретил никакого сопротивления, и таким образом еще раз был взят Дербент. Такая военная хитрость. Да, такая Джаррах прибегнула к таким хитростям. Джаррах разбил свой лагерь перед воротами Джихад. Такие вороты были в Дербенте, в крепости Дербенте, Бабуль Джихад его называли, ворота Джихада. В полуфарсах от Дербента, около 3 километра от этих ворот, разбил свой лагерь. На рассвете он вызвал к себе одного из своих полководцев, которому он дал ему 3000 армию и сказал, ступай, пока не доберешься до земель Хайдака. Хайдак это Кайдах, Кайдахский район. Не оставляй его жителям ничего, кроме как оберешь их. Сражайся только с теми, кто выступит против тебя и смотри, чтобы до восхода солнца ты со своими войсками соединился со мной у реки Арран, протекающей в 6 фарсахах от Дербента. Около 36 километров от Дербента. На север? На север, да. Нет, наоборот, туда, вглубь Азербайджана, в эту сторону. Сам Джихаррах с 20-ти тысячной армией разбил свой лагерь, перешел реку Арран, разбил свой лагерь там. И с наступлением расцвета к нему пришел его полководец, которого он отправил. У реки, недалеко от местности Сегелер, начала собираться превосходящая армия хазар для контрнаступления на мусульман, во главе которого стоял сын Хакана. Хакан – это титул хазарских правителей. Князь царя. Князь, да. Хакан их назвали. Для того, чтобы они вступили в бой с мусульманами. И собрались, встретились обе войска. где Джаррах обратился к своим воинам со следующими словами. Я, Юханназ, о люди, поистине не существует для нас, для вас иного войска, у которого вы бы могли найти прибежище кроме после Аллаха, кроме как мою армию, мою войско. Как вам известно, если кто-либо из вас погибнет, то он в раю. А если кто победит, то ему достанется трофей и добрая память о нем. И началась битва. Разогрелся бой, и мусульмане одолели хазар, обратили их в бегство и преследовали их, убивая и захватывая их в плен. И было перебито много народу из них, и мусульмане захватили все, что было с ними, а затем двинулись дальше, пока не расположились у замка, известного под названием Хусейн. Хусейн – это маленький замок, переводится. Хусейн – это замок, Хусейн – это маленький замок, населенного которого сдалось по Аману, по договорам, чтобы Джаррах обеспечивал им безопасность. Под гарантию безопасности они без боя сдали эту крепость. Эту крепость дали жителям. Аль-Джаррах принял их условия и выселил их из крепости, уйдал их в безопасное место, сам же занял эту крепость для обороны. А, ну, если вы безопасность хотите, то здесь сейчас война будет, лучше вот выходите и уходите. Да. После того он отправил городу по имени Яргу. Некоторые говорят Таргу, некоторые будут его старки, но они совершенно разные территории, разные места. и осадил его в течение шести дней, поддерживая все это время с сильным боем. Постоянно делал вылазки, натиск, шесть дней осадил этот город. То есть, почти неделя шла осада. Почти неделя шла осада. И каждый день какие-то именно атаки на сам город совершались. Да, натиск. То есть, они не просто в кольце стояли и ждали, пока им надоест. Им каждый день. И что реально вынудил жителей этого города, этого крепости, попросили сами Аману Джарраха, и их тоже Джаррах выселил из этого крепости, сам занял эту крепость, тоже увел другое место этих жителей, этих жителей этой крепости. Затем Джаррах ибн Абдул-Малик, Абдул-Лях иль-Хаками уже плотною приближается к городу Баланжар. Столица Хазара. Столица Хазара. Баланжар. Баланжаре население этого города собрало 300 повозок, связало их вместе и поставило вокруг своего замка с целью обореняться ими и не допускать мусульман к замку. Повозки эти являлись самой сильной помехой в борьбе мусульман с врагом. Поняв, что, какой вред приносит эти повозки мусульман Джаррах вызвал некоторых воинов в количество 30 человек. Они поклялись именем Аллаха умереть, но как бы они поклялись Аллахом умереть, разбили ножни своих мечей и как один человек подошли к повозкам. Что они из себя представляли? Что это такое было? Они завязали эти повозки, как бы сейчас даже не знаю, как это объяснить, в истории, то, что в книгах пишут, 300 повозок они повязались друг с другом, какой-то цепь сделали этими повязками, этими повозками и какое-то оборудительное сооружение там сделали. Даже сейчас не знаю. Я просто себе представлял, думал, они их может подожгли, что ли, или еще что. Нет, они в нормальном состоянии были, что доказывает следующее действие, которые там происходили. Они поклялись Аллахом, разбили свои ножни своих мечей и как один человек напали, подошли к этим повозкам. Неверующие так ревно с навоевали, говорят, историки. Это сведения можно встретить у Ибн Афира книги «Аль-Камиль Фит-Тарих» и этого «Ибн Афим Куфи» книга «Завоевание». У него тоже такая книга. Историки говорят, неверующие тоже так ревно навоевали с ними и выпустили столько стрел из луков, что покрыли солнце. Но те 30 человек шли вперед, пока не подошли к повозкам. Они ухватились за некоторые из них, отрезали веревку, которыми они завязали, которые были связаны, и потянули их и упали вниз и повлекли за собой остальные, так как все они были связаны между собой. После этого к мусульман спустились все хазари и между ними завязался сильный бой. Настолько тяжелый для всех, что сердца дошли до гортани, говорят историки. Все же хазари обратились в бейство, а мусульмане силой завлядели замком и захватили этот замок в месяц понедельник, в месяц Раби Уль-Уля. Раби Уль-Ауаль. Все, что было в нем, это попалось к мусульман, в том числе жены, дети, правители города. Хакана, да. Джаррах собрал всю его семью, так как это было уже имущество мусульман, не имел права Джаррах что-либо по своему усмотрению сделать. Пока халиф не скажет. Пока халиф не скажет. Купил их за свои деньги, за 30 тысяч дирхамов, и когда он их купил, некоторые члены его армии начали говорить, он их купил из-за того, что они очень красивые, он их купил из-за того, что они какой-то статус занимают среди хазаров. Каждый свое мнение начали говорить. Когда эти слухи дошли до Джарраха, он собрал армию и сказал, воистину до меня доходят ваши рассказы, я не купил их не для этого и не для этого, я хочу вернуть их к правителю Хакану, чтобы он стал нашим союзником для дальнейших воевых действий на север. Я не собираюсь их наложницами брать, если вы об этом говорите. Об этом думаете, или вы думаете, что я хочу теперь в жен заполучить себе потомков царей, его, я говорю, не для статуса и не для утехи это дело. Он хотел их вернуть, вернул ему, помимо этого, еще более того, вернул ему этот же город, и он согласился доносить известие вглубь хазарской территории, что происходит, какие события там разворачиваются, если собирают армию, он должен был сообщать Джарраху, что собираются войска, продвижение войск врага, это все должен был он передавать через свою агентурную сеть Джаррах ибн Абдиллах ибн Абдиллах То есть вот этим жестом он как бы старался заполучить этого человека себе в союзнике. Да, и так и получилось реально тоже, что дальше уже в истории он уже проявит себя правителем Хакана. Как мэру города, это вот его семья была. Да, это его семья была, да, он не самый главный правитель этого, он наместник правителя в этом городе Баланджаре, или как его называют. Мусульмане, когда завоевали Баланджар на этот раз, мусульман, короче, каждому всаднику досталось по 300 динаров, а этих всаднику было более 30 тысяч всадников. Столько богатства мусульман досталось. Джаррах возвратил ему его имущество, его семью и замок, и сделал его соглядателем для мусульман, который сообщал им все, что делают неверующие за пределами Баланджара. Уже когда мусульмане уже взяли Баланджар, хазари перенесли свою столицу в Семендер. Относительно где именно находился Семендер, тоже разногласия на жест, которые говорят, что это близ Махачкалы. Некоторые историки учитывали, что Семендер тоже находился близ, недалеко от Махачкалы. Некоторые говорят, что он еще дальше на север. Аллаху Алиму, где он точно был, они перенесли свою столицу в Семендер. Затем Джаррах направился к другому городу, который назывался Аль-Вабандар, с населением 40 тысяч хозяйств, жители которого без сопротивления согласились платить дань. Далее Джаррах собрался двинуться в Семендер, второй столицы хазаров, и правитель Баланджара, которого он уже сделал своим союзником, написал письмо к Джарраху о нецелесообразности продолжить свои наступления дальше в север, так как хазары собрали огромное количество войск и собираются на пас сделать контрнаступления на мусульман в твоей армии, не одолеют их, не преодолеют их, не смогут. Лучше будет тебе оставаться. Когда это письмо получил Джаррах, отступил на юг и решил переждать зиму, пока подтянются дополнительные подкрепления для того, чтобы сделать контр сам, чтобы сделал контрнаступление на хазар. Затем Аль-Джаррах ибн Абдиллахи Аль-Хаками пишет письмо к халифу Амиядову Язид ибн Абдилмалику сообщение о совершенных им с помощью Аллаха завоеваниях. И получили столько трофеев. О том, что неверующий стягивает дополнительные силы для того, чтобы ударить по нам. И попросил у него подкрепление. Язид обещал ему послать войск, но умер не успев этого сделать. Дальше новым халифом становится Хишам ибн Абдилмалик. Известная личность. В его время был самый рассвет можно сказать Амьянского халифата. Послал Аль-Джарраху письмо, в которое он утвердил его правителем Кавказа, валием Кавказа и обещал ему подкрепление. Это историк, как я сказал, передает Ибн Афир и Аль-Куфи. Антабари и Ибн Аль-Катир говорят, коротко рассказывают эту историю. Когда Джаррах напал на турок захватил город Баланджар, он утопил часть жителей вместе с женщинами и детьми со всеми в город Баланджар, однеименная река, которая протекала возле Баланджара. Кого хотели, взяли в плен. Таким образом был захвачен крепость. И дальше подробности не передают ни Табари, ни Ибн Афир. Ибн Аль-Куфи и часть из этих информации передает Аль-Баладур и свои книги тоже. Далее уже наступает 105-й год. Это уже 104-й год был. Далее наступает 105-й год. Умирает халиф Язид ибн Абдельмалик. На него место приходит Хишам ибн Абдельмалик. Смилостивится над ними Аллах. Хишам ибн Абдельмалик уже утверждает своего наместника на Кавказе Джаррах ибн Абдельлах ил-Хаками. И в этом же году Джаррах ибн Абдельлах делает дальше вылазку за пределами Баба за пределами Баланджара на территории Дагестана вглубь на север делает еще одну вылазку. Об этом и о многом другом иншаллах мы постараемся рассказать в следующем уроке наверное. Иншаллах. Оставайтесь с нами братья и сестры изучайте историю Дагестана и историю ислама. Саляму алейкум ва рахматуллах и ва баракату. ОХМ 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 Субтитры создавал DimaTorzok